Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Вот нас было четверо. И отца взяли в армию. Мы одни. Я вот самая старшая. Мне было 11 лет. Вот началась для меня война. И началась эта жизнь такая. Я была рождена в 1946 году. То есть после того, как мой отец пришел в фронт, он тоже был ранен. Воевал он под Москвой. Сначала с сибирской дивизией, а потом на Восточном фронте. Более 12 тысяч лонаденцев ушли на фронт. Более третий не вернулся. Преклоняя перед их подвигом свое колено, мы сохраняем память о их подвиге. Это было неожиданно, но это было и ожидаемое. Потому что мы в те годы, советские люди, все равно готовились к войне. Все помнят, те, кто еще те годы прожил. Если завтра война, если завтра поход, ничего тебе по ходу готов. Были готовы и проморгали. И поплатились. Мне было 3,5 года, когда папка уходил на фронт. Я только помню, вот один эпизод, когда он с нами прощался, я сидела на подоконнике, он стоял в длинной шинели и в шлеме со звездой. И больше я ничего не помню. Мой брат тоже ушел. Он родился 11 мая. И последнее его письмо пришло именно из-под Харькова. Что все равно, сейчас вот грязь подсохнет, и мы будем освобождать Харьков. И мы верим в победу. Я вернусь домой. Вот это его слова в письме. А мы, например, в огонь месяц и 10 дней жили на лебеде. Семья была большая, кушать было нечего. Старшие мои брат и сестра умирали с голодом. Потому что какой кусочек им достанется, а мы маленькие им в глаза смотрели, они нам отдадут, а сами были все время голодными. Но потом ожили, ожили. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Слава тем, кто выстоял у станков в годы войны. Туковал победу в тылу. И сегодня день памяти и скорби. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...